доброе утро друзья у нас опять зима мороз минус 6 градусов и хорошо что я вчера сходила прям как знала что будет да я знала конечно что будет похолодание потому что я смотрела на погоду вот сейчас время 9 час я уже выставила видео на дзен вчера приходил установщик кондиционера я с ним переговорила он посмотрел сказал вы не первая которая делает установку в этом доме говорит буквально несколько дней назад на 17 этаже ставили у них такая же планировка единственное что за сложность работы будут брать и целом не установка 5-6 тысяч обойдется так вроде бы как она бесплатная но 5-6 тысяч обойдется плюсом вот осталось значит выбрать кондиционер и в общем посмотрим что там все тубовской зарплаты придет не придет и так далее что за на будет ну и наверное в общем придется пробовать кредит покупать если не кредит то с кредитной карты но как-то буду обкручиваться вот и знаете все те которые будут сейчас писать что я раз об этом говорю значит я выпрашиваю деньги ни у кого ничего я не выпрашиваю всегда только рассчитывала на свои силы кто хотел тот помогал то есть если мне делать ну когда я делала ремонт люди кто захотел тут прислал и просто уже знаете боюсь и говорить эти слова когда я про кого-то что-то рассказываю что этот помог этот помог это значит я очередной раз что-то выпрашиваю вот что у людей творится в головах у них наверно только на этом все замешано вот так что буду конечно думать об этом это просто мои житейские мысли и я делюсь своей жизнью поэтому каждый как говорится думает об этом просто кто-то думает и не ведет свой канал а я думаю я веду свой канал поэтому такая ситуация вот так что такие вот дела а я решила думаю пойду-ка я посмотрю потому что я здесь вчера по контейнеры переставляла то здесь у меня еще постельная на балконе кое-какое вынесено я все так побросал и по-быстрому а сейчас надо навести порядок потому что стирку сделала надо белье вывешивать поэтому вот и вышло я же вчера доставала мяско хотелось приготовить супчик то но мясо у меня сварилась благополучно и все я вчера что-то по находилась я же помимо того что там смотрела кондиционеры я там еще ходила рот раскрыла по всем магазинам а там их много посмотрела сколько у нас стоит техника посмотрела сколько посуда стоит но снимать не могла людей очень много в магазине прям много людей и когда я вот снимала кондиционеры с подозрением так на меня смотрели потому что сейчас же вы знаете ситуация какая лишний раз телефон доставать тоже поэтому не стала ничего снимать вот и там же у нас очень большое делаешь когда ремонт делала снимала там же и ванны и эти и раковины и умывальники и двери и чего там только нет всякие смесители и прочее там зал очень большой но я просто прошлась посмотрела довольно таки много времени там провела и найти когда пришла домой я даже рассказывать про это не могла так устала ноги так аж вообще вся проблема конечно же с ногами чем старше становишься это мой случай других не могу сказать вот и мужчина этот который приходил он где-то но от 45 45 может даже 50 плюс не могу точно сказать потому что он высокий худой и в общем по ней по его виду непонятно сколько ему лет 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 вот и такой говорит а вы вяжете на заказ или просто для себя я говорю виду канал он у меня жена тоже вот вяжет и и как мы зацепились языками и он такой много чего знает термины там такие у него на вид ой жене вот приду расскажу говорит это же ее стихия там и то есть все вот следующий раз когда приду устанавливать мы еще с вами пообщаемся но такой разговорчивый мужчина вот так что приятно когда мужчина живет хобби женщины говорит ездили в москву он не сказал по делам или еще зачем-то говорит по багажника загрузили пряжей и не знаю сколько килограмм там было вот женское хобби такое я с утра уже начала носочек уже провязала и пятку уже отвязала прям так у меня он хорошо пошел потому что я сегодня выставила на дзен видео встречи с наташей как мы встречались а я уже рассказывала вам почему я делаю такие выставляю видео потому что показывает что неизвестно что от этой жизни ждать до что будет завтра поэтому может быть скажем такую небольшую подушку безопасности дело ну тоже непонятно это подушка безопасности такая тоже неизвестно завтра новый придет руководитель на дзен все поменяет и все он этот рутуб вообще мертвый я не знаю для звезд он там или еще для кого-то а вот для таких как мы он просто мертвый там рутуб у меня там столько видео выставлено и толку мало от того так ладно значит супчик у меня продолжает вариться я даже не знаю с какой крупой я буду варить его сейчас пока картошечка будет вариться я подумаю об этом ну и пойду я сейчас связать туда уже в комнату вчера такой интересный сериальчик нашла китайский но китайцы молодцы вот во всех сферах они продвигаются и причем семимильными шагами настолько мне понравился вчера я начала смотреть но такая комедия ухахатывалась я если честно название не могу сказать что-то не помню название если кому-то будет интересно я смогу в комментарии написать если вы хотите если вы смотрите ну что у меня суп с лапшой сегодня такая вот лапша видите значит кто мне пишет что разве это суп это каша друзья мои но каждый готовит так как он любит я люблю чтобы у меня суп был густой добавить воды всегда без проблем вы же знаете а вот гуще сделать это уже будет проблемно поэтому если меня не устраивает густота я всегда могу водички добавить до без зажарки делала просто добавила сегодня мне захотелось лучок и вот такая вкуснятина у меня получилась на самом деле очень вкусно знаете как шулюм че готовишь ой прям вообще итак дорогие друзья у меня время уже третий час смотрите какая расцветка у пряжи которые я вам буквально недавно показывал это пряжа форза и цвет у нее вот такой вот 25 12 я решила связать такие коротюсенькие носочки я буквально недавно с остатков вязала вот такие короткие и примерила их мне понравилось как они сидят на ноге единственное что там пятка другая они более симпатичные смотрятся здесь я решила сделать такую пятку то есть здесь вот так вот видите все таки я который раз уже прихожу к мнению что пятка стронг на моей ноге лучше всего сидит но все равно решила чтобы были разные пяточки захотелось мне такую еще связать сейчас конечно вот все как-то корявенько но после того как все это выстирается блокируется все будет супер замечательно это уже я не первый раз вижу поэтому я знаю и да опять про носочки но про носочки совсем немножко я сегодня с утра вязала дорожку вчера вечером вязала и значит сразу хочу сказать по поводу комментарии но в общем ладно они там будут впереди я еще вернусь к этому вопросу и отвечу я сейчас хочу ответить на ваши комментарии если вы обратили внимание специально не отвечала потому что многие любят когда я отвечаю формате видео на комментарии и раз в неделю примерно иногда бывает реже я снимаю такого формата видео вот и сегодня как раз тот день когда я хочу вам ответить на ваши комментарии значит хочу опять же ответить на комментарии по поводу того очень много мне приходит где найти это где найти то допустим мы увидели первую часть где-то она им попалась может быть рекомендованных может еще где-то и и спрашивают где можно посмотреть продолжение друзья мои если я выставляю видео допустим часть 1 или видение и так далее то у меня есть плейлисты нужно просто проходить плейлисты это первое второе нужно смотреть под видео дополнительную информацию уже неоднократно я об этом говорила друзья под многими видео есть ссылки для перехода нужно открывать эту информацию еще раз повторюсь для тех кто возможно не знает на компьютере вам нужно назвать на слово еще компьютер планшет на телефоне сбоку с правой стороны есть такая черненькая галочка если вы на нее нажмете у вас выйдет дополнительная информация и там есть и ссылки все про дзен значит дополнительная информация у вас прям на экране если вы смотрите на компьютере на телефоне вот если честно не знаю как посмотреть дополнительную информацию я что-то не подготовилась к по поводу телефона но нужно посмотреть может тоже на именно на видео там есть такие пиктограмм очки назову я это так в виде облачка это комментарии пальчики вверх и так далее все это есть вы когда вы нажимаете вам открывается дополнительное окошко где вы можете прочитать те же комментарии увидеть дополнительную информацию и так далее может быть для кого-то моя информация такая будет полезно значит по поводу некоторых комментариев по поводу моих скатертей если вы не находите какую-то часть опять же проходите под видео скатерти если вот допустим вы вяжете красивую или скатерть весеннюю или японку у меня несколько частей бесплатно все части в начало там 1 2 3 части то есть я выставляю бесплатно те части где можно разобраться самому и дальше без проблем вязать если вы не хотите работать грубо может быть скажу работать мозгами значит я остальные части продаю так как не секрет на ю тубе у нас оплата монетизация в россии снята и получается мы получаем только от зарубежных зрителей тот кто посмотрел монетизацию о рекламу и положите руку на сердце и скажите что вы не пропускаете рекламу что она вас не раздражает и так далее у меня каждый месяц заработок все меньше и меньше в этом месяце какое бы видео я не открывала где-то на 15 процентов меньше где-то на 19 и так далее то есть мало того что рекламу меньше ставит на наше видео потому что вот буквально недавно где-то позавчера я видео выставляла которое было на 40 с чем-то минут мне поставили только одну рекламу рекламу мы сами не ставим нам ставит youtube и что я могу заработать от просмотра одной рекламы если допустим меня смотрит 70 процентов россия сколько-то процентов я что-то не помню белоруссия которая тоже нам не идет в оплату а остается там всего лишь ничего и поэтому это я варю не к тому что я опять там выпрашивали еще что-то я просто вам рассказываю если вы не знакомы потому что у меня были такие комментарии как на вас типа отразилось и своего но если вы не в курсе вот я вам рассказываю что на ютубе сейчас можно сказать мы на общественных началах работаем просто когда вложено уже определенное количество лет усилий время и прочего жалко конечно с этим расставаться но я думаю что все равно когда-то придет это время что расставаться все равно придется подготавливая себя к этой мысли но это уже будет другая история так вот вернемся скатертям значит скатерти видео выставлены на бусте ссылка тоже под этим видео чисто символическая цена потому что каждая часть моей скатерти это от полчаса именно уже отработанного видео по которой вы по которому вы можете вязать а сколько труда было потрачено еще отредактировать и так далее и у меня там по несколько частей и всего лишь 500 рублей стоит это видео ну в общем при желании хотите вы можете по схеме связать конечно же хотите можете по мастер-классу у каждого всегда есть свой выбор никого не заставляю так следующее следующий комментарий напишите пожалуйста с какой краской какой краской вы красите волосы уже неоднократно задают мне постоянно эти вопросы друзья мои говорила и показывала и не один раз значит окислитель девяти процентный фирмы у меня постоянно разные значит краска профессиональная для обесцвечивания покупаю сразу большими порциями там обычно вес тысячу миллилитров вот и получается я иду профессиональный магазин для парикмахера все для парикмахера и прям там где девочкам подхожу и говорю девочки мне нужна краска для обесцвечивания и они мне предлагают и вот допустим последний раз у меня была краска ст.л. для обесцвечивания до этого еще какая-то была каждый раз у меня она разная потому что они мне предлагают то что у них есть наличие вот окислитель последний раз покупала на валберис вот поэтому там и отзывы написаны и все ну я так думаю что я дала исчерпывающую информацию вы для себя сделайте выводы долго останавливаться на этом не буду значит еще пришел комментарии пишут какой все-таки номер крючка вы вяжете полтора а внизу написали 125 где я написал 125 если я вроде бы как вообще вот нигде не писала ли может быть писала в общем может быть вы просто перепутали значит одна салфетка у меня связана крючком 125 другая полтора но выше полтора у меня не было то есть сейчас вот скатерть но не скатерть а дорожку я вижу тоже полтора крючком значит свою бирюзовую вязала тоже полтора крючком белую 125 и вот и колоски вижу тоже 125 но я еще раз повторяю плотность вязание у каждого своя и поэтому вы возьмите допустим 125 провяжите пока вы еще много не отвязали вот начинаете вязать и посмотрите как у вас получается ваше вязание вы сами сразу увидите плотно это будет или нет потому что инструмент у каждого свой головки крючков у каждого производителя бывают разнятся это первое второе даже если вы будете вязать из такой же пряжи как вязала я у вас может быть другая плотность вязание я подбираю крючок под себя значит я вот знаю точно что изначально дорожку я вязала крючком 125 но так как она у меня провязала пролежала определенное количество времени то сейчас я взяла полтора потому что у меня плотность вязание стало плотнее ну то есть раньше я более свободно вязала сейчас более плотнее вижу поэтому я взяла крючок полтора и вижу сейчас да я на полтора если это дорожки относилась а потому что я ставила оставляла ссылки на мастер-классы возможно вы имели ввиду что касалось этой дорожки вот вам я объяснила почему что под видео было 1.25 а вообще я сейчас вижу полтора так опять повторяются многократно комментарии я делаю вывод что смотрят новые зрители по поводу бобинки из которой я вижу сейчас круглую кокетку и раз что за бобинка такая красивая вас если не секрет где брали мне подарили эту пряжу и это 70 процентов мере нос 30 процентов полиамид или полиакрил полиамид мне кажется или полиэстер что-то такое ну полиэстер он по моему блестит но в общем я не буду утверждать потому что на самом деле там нет этикетки на конусе в общем то смотрели мои зрители написали мне а я если честно уже забыла ну и вообще сказали что это насочная пряжа но я вижу туговато вижу потому что жарко но тем не менее почту по чуть-чуть по чуть-чуть продвигаюсь и у меня как я уже говорила нет такой экстренной необходимости потому что ходить у меня есть чем но хотелось бы чтобы было и такая кофточка моем гардеробе значит по поводу того что мне вот написали что ирина вы слишком слишком пока то вяжите и будет задираться вверх все возможно я не не спорю потому что я вижу впервые из этой пряжи но предыдущие все мои круглые кокетки я вязала по этому же принципу то есть у меня круглая кокетка не вяжется по принципу круга я ее не вижу потому что у меня на самом деле покатые плечи и я очень сильно страдаю от этого потому что нижнее белье у меня постоянно все спадает с плеч и они у меня как такие мало того что весь плеч и широкие они у меня узкие и в общем я меряю меня на сегодняшний день все нормально нигде не собирается в районе горловины и так далее ну а время покажет если будет собираться ну что я уже возвращаться к этого к этому не буду уже как бы как связано так и связано все расчеты были сделаны и примерки все сделаны уже я вижу от подреза так далее это пишет моя постоянная зрительница марин марина матвеева спасибо вам огромное что вы мне пишите всегда такие содержательные комментарии мне очень очень приятно добрый день ирина с удовольствием посмотрела и повязала под вашу болталочку плед для дочки 220 ширина и 2 длина очень монотонная работа вы меня понимаете сами вяжете провязала уже 60 сантиметров еще метр сорок вязать стараюсь каждый день хотя бы по три рядочка хочу к дню рождения дочери связать а он будет в конце апреля надеюсь свяжу промежутках вижу мотивчики на подушку навязала на 2 теперь надо собирать их и сшить наволочки материал уже купила это тоже вижу подарок подруге без дела сидеть не могу как только свободная минутка вижу зиму тоже как и вы не люблю а летом квартире так жарко что не знаю куда деться очень люблю весну природа оживает все начинает цвести красота необыкновенная каждый год любуюсь а осень опять дожди и лужи и сырость но каждый человек любит по-разному кому зима в радость кому осень мы все разные правда носки очень понравились хочется посмотреть на вас кокетку когда нам когда нам ее покажете будем ждать легких вам петель и здоровья вашим ручкам до завтра значит по поводу сразу с конца на отвечу по поводу круглой кокетки вижу и вот когда немножко отвяжу чтобы можно было хотя бы что-то показать потому что но опять показывать одевать под низ скажем топик да и это уже будет не тот вариант это первое и второе прошлый раз я вот так вот взяла показала и получила опять негатив что я там свои телеса показываю люди не понимают что это кто-то написал что я не бельем там фигурирует кто-то еще что-то ну в общем я решила что я не буду допускать больше таких ошибок отвяжу побольше чтобы не было это так наглядно и потом покажу вот и по поводу того что без дела сидеть не можем мы наверное наше поколение такое потому что я даже если сижу с кем-то разговариваю мне надо чтобы в руках что-то было чтобы я что-то теребила это вот уже я не знаю если я допустим где-то там в кафе вот раньше было это не сейчас там я встречалась с некоторыми там кафе просто кофе пить и так далее я тереблю допустим салфетку где-то какой-то ценник где-то еще что-то не знаю ну вот так вот мои руки привыкли что они постоянно должны чем-то заниматься и я если что-то но если чего-то не делаю я хожу знаете вот бывает же там допустим праздник до обеда допустим не вяжешь и так далее убирать допустим нельзя стирать нельзя там вышивать нельзя все это можно конечно делать но как бы для себя же определил что до обеда ничего не делаешь и может быть действительно кто-то там лежит там получает 33 удовольствия а я вот так вот не могу я измаюсь я измаюсь а не знаю куда себя деть если может у меня была семья другое дело так как я одна то у меня вот такое состояние маятное вот поэтому я вас прекрасно понимаю что без дела вы сидеть не может не можете и по поводу погоды да погода у всех разная и предпочтение у всех разные у нас допустим сегодня там минус 2 3 с дочерью с утра разговаривала она говорит у них там минус 13 что ли говорит целый день идет со вчера вернее со вчерашнего дня идет снег и вот сейчас он у них идет говорит 17 сантиметров сказали нападает снега вот я думаю что к нам этот снег придет в форме дождя опять а может быть еще чего-то не знаю вот поэтому конечно кто-то вот мне буквально недавно писал что прекрасно себя чувствует когда в квартире там двадцать пять двадцать шесть градусов а если ниже то замерзает но не знаю я вчера настежь все везде раскрывала вчера немножко в мои окна был ветер и меня очень хорошо про проветрилось когда приходил мужчина двери были открытые и опустилась всего лишь до 22 градусов в квартире буквально через полчаса опять было 25 опять 25 я вот помню прошлый год 25 градусов я себя комфортно чувствовала не знаю то есть мне даже дети допустим приезжали говорит как-то такой жарище сидишь ну я нормально себя чувствовала а вот сейчас в общем не переношу жару хоть ты караул кричи вот такой сейчас наверное состояние моего организма что она не любит жару на сегодняшний день так что легких вам петелечек конечно вы все думаю успеете раз вы надумали дню рождения и на подарок связать так дальше по поводу того видео что сколько бедно делала пишут я уже подумала что в идее вы бедно делали поставила аватарку накануне рассказывала про то что у нас прошло такое бедствие что деревья поломала и так далее ну люди я просто сделала вывод что они зашли именно на название не посмотрели ни картинку ничего и в общем стало интересно ну сами себе придумали что это я так на фантазировала тем более что я в самом начале тоже рассказываю с самого начала о том что вот такая напасть у нас случилось а и что природа столько бедно делала или погода или природа так значит следующий комментарий мне написала галина сорокина и она пишет главное не попасть в зависимости от отрицательных эмоций вперед и только вперед удачных дней и позитива спасибо вам огромное во первых за такие пожелания друзья тоже хочу немножко подробнее становиться на этом может быть начинающие блогеры находятся на моем канале посмотрят это видео значит когда я открыла свой канал я же такая была наивная любвеобильная ко всем и знаете о своей жизни видимо я хапала негатив но не в такой степени как я его увидела на ютубе и когда мне начали писать всякое чего только мне не писали чтоб я сдохла и 10 мое колено прокляли и чего я не понимала кому я и где перешла дорогу чтобы мне посылать такие проклятия и вы знаете у меня был один период я чуть ли не в депрессию от этого ушла у меня настолько я вот меня сломили вот такие комментарии что я даже хотела закрыть канал и я вот уже там когда дальше стала вести канал слышала это не только но не от одного человека и потом сайт несла к себе и поняла что на мгновенно скорее всего что проверку на прочность проходят многие кто-то как бы продолжает вести каналы несмотря ни на что а кто-то ну просто уходит чтобы не не принимать на себя вот такое вот непонятно что вот и хорошо что девчонки блогеры мои замечательные зрители подписчики поддерживали меня в той ситуации я даже видео снимала про негативные комментарии показывала какие мне писали потому что всегда есть недоверчивые люди которые подвергаются мнению мото что я говорю и чуть ли не каждый свое слово я должна наверно доказывать я потом поняла что доказывать кому-то что-то бесполезно вот не верите мне не верите это ваше право а кто верит конечно человек делает свое мнение о другом человеке исходя из определенной информации если у человека мало информации обо мне он делает свои какие-то скороспирные выводы но те кто не первый день со мной на канале они уже давным-давно сделали выводы обо мне если я вружка они уже давным-давно вывели меня на чистую воду как говорится если я про правду говорю тоже сделали выводы правду я говорю или нет но если человек врет он рано или поздно свою ловушку попадает правильно и допустим в одном видео он сказал одно другом видео он говорит другое правит противоречие с тем что он до этого говорил не знаю вот и еще есть такие люди которые как говорится без меня меня женили еще я только рот открыла не успела ничего сказать даже подумать не успела они уже выдали как будто это я уже сказала мало того что сказал так еще и сделала меня всегда смешать такие комментарии люди лучше меня знает что я думаю что я собираюсь сделать и так далее но не смешно ли это конечно же смешно так людмила пружина пишет что у нас в оренбурге два дня был мороз минус 30 и сегодня дождь лед без остановки вот вы представляете бедные люди метеозависимые метеозависимые я вот тоже очень метеозависимая мне вот эти вот перепады погоды для меня так чреваты что просто я не знаю и причем вот знаете были же мы молодые разве мы и обращали внимание на вот эти наши перепады или может из-за того что находимся дома или может меньше заботы и нагрузки я не знаю почему организм сейчас по-другому реагирует чем раньше или может меньше магнитных этих бурь было перепадов или я не знаю что изменилось почему же вот так вот вроде бы как более-менее стабильная температура еще как-то себя чувствую что ветер опять такой у меня выйти вытяжки то ли вентилятор стучит то ли я не знаю что то стук 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 потому что ветер опять но у нас всегда ветра и по-моему ветви вера каратенко наверное пишет нет светлана башмакова пишет что да у нас страшный голодлёд оренбургская область ну мы через это тоже проходили поэтому я вас прекрасно понимаю и очень вам сочувствую так следующий кто здесь у нас людмила бус здравствуйте ирина а в каком городе был такой ураган дело в том что и у нас тут в таразе очень был сильный ветер и не было света на следующий день и погода день весна день зима в общем погода непонятная друзья мои вообще я же вот как бы слежу за новостями да вот цемлянск который рядом с нами где живет юля вязание я там вообще введен режим чрезвычайного положения там пункты обогрева включили из-за того что ураган настолько там я так понимаю что наверное порвал электропровода да и я не знаю почему у людей нет отопления там и уже вот столько времени нет ни воды ни отопления и люди прям петиции пишут видео снимают и так далее ну и голубев губернатор наш как бы сказал что людям положены выплаты потому что чрезвычайной ситуации так далее ну в общем на меня лично это не коснулась но я знаю что у нас тоже очень много было отключено электричество по моему две тепла как они электростанции да скорее всего электростанции были повреждены и люди некоторые по два по три дня сидели без света а вот как у нас так у нас же мы зависим от цвета у нас и воду качает сверху вниз вода у нас идет и если электричество отключается у нас не работает насос и естественно в туалете воды нету и вообще воды нету и вот сегодня у нас с утра опять здесь у кого-то видимо был ремонт потому что если слышала как вот когда обрезает я не знаю как этот называется дрель не дрель вот слышала как работали и стучали по трубам я хотела сегодня с утра заблокировать салфетку пошла хотела постирать ее а тут как всегда облизнитесь может быть сейчас после съемки этого видео заблокирую и и мне кажется уже включили воду живу я в городе волгодонский ростовской области это 15 километров от атомной станции ростовской до ростова 250 километров мы живем 15 километров и зоне называется станция ростовская ростовская вот так вот мы никакими привилегиями не пользуемся месть не свет у нас не дешевле год у нас никаких нет абсолютно так мега тайсы не знаю правильно прочитала или нет как бы я хотела чтобы у нас были такие рыбные витрины у нас во флориде такого нет магазинах мне нравится место где вы живете красиво просторно а ваше вязание тоже нравится друзья ну во первых я уже буквально только недавно рассказывал о том что меня окружает кругом вода у нас здесь и цемлянское водохранилище водится рыба до река дон водится рыба река сал водится рыба судоходный канал водится рыба у нас кругом здесь рыба поэтому конечно у нас будут такие прилавки но помимо этого еще и завозы есть потому что у нас допустим вот лангусты я так думаю что они же у нас не водятся ну и там другая рыба рыба я сейчас название и не скажу но я так думаю что она привозная ну кижуч например вот значит надежда белякова я беру кефир в целом пакете кладу морозилку после заморозки откидывая на марлю и сито творог действительно очень вкусный и нежный значит я так понимаю что вы не видели мое видео когда я рассказывала о том что с пятерочки мне привезли я заказала 5 бутылок молока назову я это так из них две бутылки были нормальные а 3 прокисшее молоко и как говорится у меня по неволе образовалась опростокваша и так как это для меня конечно много три бутылки да я показала видео и мне в комментарии написали что вот таким образом можно откинуть на чтобы был морок творог но я никогда не делала я обычно варю его а здесь решила вот попробовать специально я не покупала поэтому про какие-то там дополнительные пакеты и прочее я и не знала да и мне заморачиваться если честно не хотелось я просто в этих же бутылках положила в морозилку они у меня там какое-то время лежали а тут я решила достать и сделать потому что мне нужно было там место под что-то освободить в бутылке эти мешали вот поэтому спасибо вам огромное что вы поделились своим опытом и многие понаписали мне как они делают творог вот кто-то одним способом кто-то другим кто-то третьим я все-все-все абсолютно комментарии прочитала теперь я можно сказать что профессионал в этом смысле буду теперь делать следующий раз если захочу такой творог сделать буду покупать кефир или вяженку вот ну честно мне заморачиваться не хочется я вообще последнее время такая ленивая стала по поводу того чтобы тети мити готовить не знаю у меня очень редко возникает такое желание чтобы там себя каким-то вкусненьким побаловать ну тем чтобы я сама готовила да а так у меня же здесь магнит под боком всегда можно сходить немножко купить там то салатов то лишь то ли еще что-то кулинария у нас все готовят вкусно поэтому в общем мне не хочется сильно как говорится приготовлению еды уделять время я лучше это время повяжу и вот сейчас кстати у меня такой наплыв настроение по поводу вязание салфеток скотертей я знаю что это у меня проходящие поэтому я ловлю момент ну даже вот супчик я сегодня сварила ну что я картошку там почистить луковицу почистить все остальное просто забросить вот сколько я там времени на это потратила всего ничего поэтому я почему-то стала последнее время предпочтение отдавать не зажаренным супам и борщам а просто все забросить мне почему-то так стало вкуснее не знаю почему можете через время у меня вкус поменяется но на сегодняшний момент это вот так вот да вот мне написали что форма моей салфетки которую я вязала изначально да вот дорогу дорожку когда у меня вот так угол почему-то получился может быть прибавки какие-то неправильно сделала ли еще что-то но факт то что я уже все это перевязала и у меня все прекрасно получается на сегодняшний момент я вот вчера вязала салфеточку сегодня вязала сегодня у меня стояла дилемма делать мне еще один ярус или уже обвязку сделать но в общем решила сделать еще один ярус потому что ну расстелила и не досал не до дорожка получается так это ни о чем как говорится и в общем не знаю может и лишний будет потому что еще будет обвязка но решила думаю ладно пусть будет так если что я в другом варианте применю ее эту дорожку так эльза захарова наверное здравствуйте дорогая ирина хорошо у вас есть хоть какие-то деревья у нас норильский тундра деревья или деревья если есть то их мало и они низкие маленькие спасибо за обзор очень люблю вас смотреть сначала ваше видео смотрю потом все остальные но дело в том что я вот вчера ходила все деревья остались без макушек и те деревья где макушки были спилены они стояли нормальные вот допустим там около новоселья деревья были у них макушки были спилены а у всех деревьев которые такие раскидистые ветвистые ветвистые у них все я чуть забыла посмотреть на орех который стоял вот когда я иду по пути в албересе просто с другой стороны шла и что-то как-то внимание на это не обратила с орехом там все в порядке он же там такой раскидистый там стоял березки те как под которыми я летом снималась в прошлом году верхушки тоже пооборвала ну в общем практически у всех деревьев сломаны верхушки но я так и для себя подумала упростите упростила погода работу озеленителем по поводу обрезки верхушек вот ну вот проходила деревья уже ну я не знаю они наверное посажены были еще тогда когда строится только начинала город а время-то идет деревья тоже стареет и вот смотрела на их сердцевину она прям такая уже ну не молодая скажем наверное из-за этого и не выдержала хотя думать можно все что хочешь а по факту там как она была не знаю ну опять же у каждого же своя природа и кто хочет тот меняет я например жила в сибири а теперь живу на юге так елена леонова ирина здравствуйте салфеточки обалденные лишь бы в дело пригодились если покупает продавайте конечно чем лежать шкафу пусть людей радует но у меня редко лежат в шкафу готовые изделия в основном шкафу лежат недовязанные вот то что я не довязала но вот допустим это салфетка недовязанная дорожка у меня была по той причине что я начала ее вязать и у меня там что-то возникла какая-то проблема так как я по ней снимала видео естественно я начала вязать другую подобную эту другую довязала и и отдала подарила кому я ее вязала в частности зине а это так под зависла и все ну вот как говорится пришло ее время и теперь она получит свою жизнь или выход свой в люди так по поводу рыбы пишут а вы не боитесь притравиться очень опасно лучше или это не рыбу либо сделать запеканку может про творог это идет разговор нет я не боюсь потому что я так думаю что она же была замороженная если там что-то было она же перемерзла думаю что это так ну я пробовала живая вот так зингель таня спасибо что показывается мне показываете мне нравится ваш канал спасибо всем огромное при огромное за ваши добрые слова за то что вы смотрите мои видео что пишите комментарии спасибо вдвойне здравствуйте а летом вызвать вы за не чем вы занимаетесь я зимой вижу летом вышиваю удачи вам петелька значит это пишет это пишет антонина денис вниз значит я и летом и зимой занимаюсь практически одним и тем же вышивать я не вышиваю потому что понимаю так как я человек уже я рассказывала запойный я даже просто не хочу чтобы у меня еще складировалась вышивка потому что это работа не одного дня она монотонная и я ну понимаю что допустим если я возьму одну вышивку да допустим картину одну мне она быстро наскучит а опять же если плодить как вот девчонки показывают сколько у них тоже значит их работ и они одну вяжут другую откладывают то это вышивает потом а возвращается я этого не хочу у меня вязание хватает по самое не хочу это раз это дополнительные затраты а я человек сейчас не могу что-то лишнее куда-то потому что ну есть приоритет куда я сейчас складываю на что я складываю что и собираюсь делать вот поэтому пока только вязание летом летние зимой зимние ну допустим неизменно у меня и летом и зимой я вижу там салфетки могу мотивчики какие-то вязать скатерти пледы да и летом и зимой иногда я вижу вернее чаще зимой летом реже но тоже иногда вижу и летом смотря какие так эльза пишет дальше попробуйте сфоткать салфетки и вещи которые вы навязали в конце года показать фото из готовых изделий чтобы не потерялось то что вы сделали заход за год в итогах года хотя труд блогера тяжелый вы большая молодец значит друзья у меня вообще проблема сфотографировать нормально видео во первых меня и фото во первых у меня в квартире вот просто даже нет места где бы выигрышно сфотографировать балкон у меня там света больше но он у меня не облагорожен поэтому там тоже как-то что-то засветило ой что у вас за бомжарский балкон неужели вы не можете застеклить окна неужели вы не можете там покрасить неужели вы не можете то не можете это и начинается я уже устала всем отвечать что у меня был капитальный ремонт вот понимаете начала там что-то говорить не гава начинают говорить что я тоже живу на пенсии мы с мужем собирали она с мужем собирала да а я вообще одна но дело в том что что могу то я делаю я не враг себе я тоже люблю чтобы у меня было комфортно чистенько и так далее и если у меня что-то где-то не сделано это и потому не потому что я не хочу и и что мне все равно в каких условиях я живу это потому что у меня нет возможности просто-напросто иногда физических иногда материальных иногда еще каких-то бывает что жизнь вносит свои коррективы так что всем когда вот мне же вы пишите на каждый роток не накинешь платок поэтому так вот мне мне мария и сто раз смешила написала салфетки просто бомба пусть только не взрывается иногда вы пишите мне такие комментарии которые вот вызывает улыбку и мне очень очень нравится что вы такие юморные скажем так валентина семеновна пишет рыбки захотелось в четверг город на базар я в четверг город на базар поеду я же жена рыбака и сын рыбак на маныче когда сын привозит не жирная а вот на цемле цемлянского водохранилища очень вкусная и жирная рыбка носки очень красивые а салфетки не перестают восхищаться значит рассказываю по поводу рыбки вот это вот рыбка которая мной была куплена горячего копчения она скорее всего что при прудовая потому что у прудовой рыбы специфический привкус и вот у нее конкретно вот когда начинаешь есть есть специфический привкус значит саша мой зять я может быть как бы ну вы наверное помните они какой-то год приезжали мы ездили тоже на пруды там разводить разводили форель они привозили ее по-моему 600 рублей килограмм живую покупали и мы ее готовили у нее тоже специфический привкус она совсем не такая форель не форель форель наверное все таки это рыба вот я хоть и живу на дону но название рыб допустим очень сильно не знаю допустим если это карп для меня там еще там есть зеркальный карп есть еще какие-то карпы для меня все они одинаковые кто-то держит ну там говорят подлещики лещи еще какие-то для меня они все одинаковые и еще какую-то рыбу я знаю ну селедку знаю ну говорю же не держу в голове лишнюю информацию у меня она и так переполнена эта информация что скоро взорвется вот спрашивает на какой стадии ваша желтая салфеточка которая типа колоски вы ее вяжете да вяжу я в видео говорю значит показываю те изделия где можно показать мои продвижения так как она у меня не в приоритете и так как очень тонкая ниточка вяжу крючком 1,25 продвижения небольшие ну что эти колоски они одинаково вяжутся что каждый раз в видео показывает что я там продвинулась на сантиметр поэтому и не показываю как будет немножко больше результат виден я тогда покажу и всегда так делаю на будущее вы знаете так Татьяна Шикуля вот уж я не знаю как и как мне человек кладезь информации у нее такой глобальный опыт за плечами столько она у нее всякой информации и она не желая времени пишет и под моими видео потом пишет под комментарии комментируемых и скажем все по делу и вообще ну я не знаю спасибо вам огромное дай бог вам здоровья я настолько благодарна что жизнь мне посылает таких людей вот скажем Валентина Семеновна пишет такие развернутые большие комментарии чуть ли не целые письма вот Марина Матвеева такие же емкие скажем комментарии я всегда читаю и проникаюсь прямо чувствую настроение человека и ну не знаю у меня такая эйфория растекается в душе что у меня есть в окружении такие люди подписчики зрители спасибо вам огромное значит она пишет Ира все верно сделано с творожком просто сразу комком замороженным быстрее получается и посуда меньше пачкается ну ничего страшного уже все сделано как говорится первый блин был комом на втором блине уже будет попроще ну и она продолжает так может быть три ананасия сектор и овала сделать разными по размеру поменьше в центре и побольше по краям или наоборот но уже я пробовала уже применила свой метод и в общем-то сейчас получается более-менее нормально сегодня вечером как бы я думаю что многие увидят или когда ну в общем все равно в ближайшее время вы увидите тот вариант который выбрала я ну и она еще продолжает или поменять количество петелек необходимых для расширения по этому принципу и делать прибавление секторе да я вот поменяла так и она же да и я видела овальные дорожки с неким треугольником при расширении вязания ананасом может это правильно получилось да может правильно но мне не понравилось как это выглядит поэтому я решила перевязать так добрый вечер Ирина я вам писала на полоску но очень она подходит к моей кухне спасибо Нина друзья мои ну так это Нина у нас кто рыбалка в России написано я не поняла здесь скорее всего что ошибка что за полоска может быть я запамятовала если можно напишите еще раз про какую полоску идет речь так Валери 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 здравствуйте Ирина я тоже делаю такой творожной сыр из кефира кефир покупаю сразу в пакетах ни коробки ни бутылки а потом в готовый сыр добавляю мелкорубленный укроп тоже очень вкусно получается спасибо вам большое но я уже ниже ответила и сказала что да я теперь буду иметь ввиду попробую разными способами кто-то написал что из сыр тартар делает там добавляет все то что нужно и получается очень вкусно ну кто-то говорил что соус делает такой ну в общем буду иметь в виду так это у нас опять Марина Матвеева пишет и опять такой замечательный комментарий добрый вечер Ирина какие красивые ноготочки очень нежные просто супер про ноготочки комментарии приходят разные и я опять объединю и скажу я кому-то написала что отвечу в ближайшем видео где-то что-то там ответила друзья мои значит мастер у меня старая знакомая скажем так я уже рассказывала когда-то давным-давно я проблемную квартиру которую они продавали там у них проблема была нужно было и приватизировать и еще что-то делать и в общем я уже сейчас за давностью не помню в общем я ей очень помогла и выбрала еще и хорошую квартиру и там и расселение было в общем у них сложный вариант был и я все это сделала и значит когда я уехала в москву все это мной благополучно забылось а когда я приехала из москвы шла по городу и случайно меня окликнула женщина я обернулась и когда повернулась увидела она мне говорит Ирина Александровна вы меня не узнаете ну и она мне напомнила я конечно вспомнила и вот с тех пор уже я не знаю лет 7 наверное если не больше я делаю у нее свой свой маникюр бесплатно уже 150 раз говорила что я делаю бесплатно раньше я покупала свои наклеечки потом еще что-то там не помню и приходила к ней потому что она не брала с меня деньги и сказала угомонитесь и т.д. и т.п. она конечно гораздо моложе меня наверное кумушкиного возраста может даже немножко моложе вот и я конечно никогда не хожу к ней с пустыми руками всегда я что-то с собой беру какие-то подарочки делать потому что я понимаю что это трата времени труд и все остальное и мы конечно вот такое у нас дружеское общение и списываемся ватсапе и допустим когда раньше там вот Танюша делала у меня ремонт потом она когда переехала я ей Танюшу передала ну и так далее ну когда люди общаются дружат вот у них такая ну как бы я не знаю как говорится ты мне я тебе значит я у нее этот раз спросила тоже задавал задавали вопрос я даже не знаю цену сколько за какую сумму она делает маникюр хочу сказать я у нее специально все расспросила она сказала что у нее она запись делает месяцем вперед в определенный день она выставляет у себя в какой-то группе и там записывается на какое число кто к ней там когда людям удобно в какое время в какой день но она сказала записывает только своих чужих она никого не берет вот потому что говорит у нее столько много своих что обработать бы их это раз во вторых сказала что у нее стоит от 900 рублей что там от 900 рублей стоит я не знаю ну в общем от 900 рублей что-то стоит ну как видите мне она делает и маникюр полностью и делает ноготочки все все как положено и еще дизайн каждый раз разный и я хочу сказать что честно я очень редко говорю ей что она каждый раз спрашивает что мы сегодня будем делать я говорю Алёна ну ты же знаешь на твое усмотрение вот на ее усмотрение этот раз вот такие были ноготочки единственное я сказала мне понравилась форма давай ее оставим вот в общем про ногти я рассказала идем дальше березовая салфеточка обалденная вот кому такая красота достанется будет просто доволен и белая тоже низнейшая мне вообще все что вы вяжете нравится ничего себе у вас в город ураган пришел ужас сколько деревья поломал мы с дочкой и внуком которому сейчас 13 лет а погодок еще не было поехали в санаторий в белоруссию решили съездить в дельфинарий начался сперва дождь мы успели забежать внутрь как началось как внук сказал конец света середина купола была открыта оттуда просто заливала вода окошки просто вырывало ветром такое началось дети плакали взрослые не знали куда бежать мы с дочкой схватились за балку и внука посредине между собой поставили держались так зато дельфинам было хорошо они плавали потом резко все прекратилось ветер стих все в воде мы потом помогали вытирать сиденья а когда вышли из здания просто потоп всемирный ужас до сих пор помним ехали обратно в санаторий так деревья огромные просто вырваны с корнем веток кругом плакатов в общем ураган прошел страшный в санаторий приехали а у них тишина видно прошел стороной и от Минска всего 30 километров вот так вот бывает я думаю что у каждого есть какие-то свои истории и когда я вот у кого-то что-то смотрю и человек рассказывает какую-то свою историю конечно же на ум приходит обязательно какая-то своя история поэтому а у нас вот здесь в моем городе очень много бывает такого рода перипетий потому что у нас нет как таковой зимы которая ложится скажем снег выпал мороз и практически стабильно пока не начнется весна и начнет все таять здесь такого у нас не бывает у нас то гололед сумасшедший то снегопад сумасшедший то дождь который затапливает то ураган такой который деревья ломает ну в общем аномалии не знаю от чего это зависит так людмила 29 здравствуйте ирина эта пряжа называется миссони на вб есть но только по 100 грамм на бобинки продается понятно здесь пишут посмотрела на вб хлопковая ирина говорит что и состав носочный да у меня мериносовая шерсть это я знаю точно потому что галина которая мне присылала она не вставляла бумажечки в конус но эта бумажечка у меня где-то лежит я просто ее не стала доставать скажем так так немножко еще осталось потерпите спрашивает ирина вы будете делать мк по салфеткам я имею ввиду платно на бусте думаю многие девчонки купили бы мк друзья мои сейчас не могу делать во-первых меня очень сильно бьет кашель я что-то подпростыла получается это же герпес у меня выходил наружу и так далее я уже меньше про это говорю но как вы может заметили я несколько раз уже отключалась потому что ну состояние еще у меня я не восстановилась скажем так может быть и буду делать мастер-класс но у меня на канале много есть прям отдельно вынесенная папка салфетки и там подробнейшие мастер-классы есть возможно буду делать не знаю что завтра мне в голову стрельнет я человек настроения обещать никому ничего не буду потому что уже я такую печальную ошибку делала и потом меня просто замучивали когда 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 более того у меня есть еще должок помните сказку Рома должок так палец стаза в воде вот есть еще один должок который я должна довести до ума но я все никак каждый раз думаю ну вот сегодня ну вот завтра ну послезавтра оно все никак не приходит и не приходит поэтому возможно но пока не знаю не буду ничего обещать так это кто мне написал тик-так о какой какой ник ваша салфетка напоминает мне мятные конфеты очень приятно для глаз спасибо вам большое за обзор значит по поводу салфетки друзья мои давайте придумаем ей название я уже говорила ананасовая вроде бы не хочется может быть какое-то название давайте вместе подумаем может быть подберем вы предлагайте идейки а я уж посмотрю и может быть что-то вместе выберем значит добрый день Ирина посмотрела ваши другие каналы и не нашла как вы заправляете кончики там только про пятку и промысок нет другие каналы вы не посмотрите как я заправляю кончики я это показывала в видео во влоге даже отдельно вынесенного названия не было знаете может быть я не знаю покажу я или не покажу честно обещаю а не получится и все то в общем наверное действительно нужно снять отдельно вынести значит кончики заправляю я просто сейчас скажу по типу жаккарда значит прикладываю один кончик от основного вот у меня же основная нить и второй кончик которая ниточка следующая будет я вот так вот прям прикладываю и совсем маленький хвостик оставляю еще раз покажу здесь может вы посмотрите я написала что отвечу видео вот видите такой маленький хвостик оставила и потом значит что первоначально я вот так вот придерживаю этот хвостик и провязываю первый раз эту ниточку которую я только присоединила и держу вот я уже неправильно вам сказала смотрите в общем этот хвостик я вот так вот ложу на ту основную ниточку да и вначале провязываю основную ниточку вот таким вот образом и как бы типа закрепляю этот хвостик то есть он у меня уже немножко ввязался дальше я его держу и провязываю следующую ниточку следующую петелечку той которую ввязываю да ну та которая будет теперь у меня следующая дальше основную беру вяжу дальше следующую так чередую вот основная это следующая мне перед камерой немножко неудобно показать и вот таким образом я провязываю до тех пор пока не останется если у вас допустим выскакивает этот хвостик вот мне написали в комментарии этот хвостик выскакивает значит делайте его подлиннее значит вы слишком коротко его оставили затем когда вы допустим закончите свое вязание будете его ввязывать по-любому этот кончик вам нужно будет вязать вы лишнее просто отрежете аккуратно хвостики эти заделайте и получается вот с той стороны вот таким образом а с этой вот таким образом и мне чем нравится потому что здесь нет никакого толщения и конечно если вы допустим вяжите вот так как я сейчас ниточку взяла и формируется узор как он должен идти да я не заморо не заморачиваясь идет он себе идет а с остатками конечно же там какой-то подбор идет или еще что-то то по цвету подбирается но в любом случае у меня все нормально красиво получалось я не раз показывала вам просто нужно потренироваться и вы приноровитесь мне уже не один человек писал благодарил что я так показала я уже говорила я тоже не сама все что есть на моем канале все что я показываю за редким исключением там скажем я сама что-то придумываю а чаще всего додумываю потому что вот вот эта заправка кончиков я просто подсмотрела ну попалась мне красивая лапопейса и я думаю как же она там вяжет поглядела как она вяжет вот эту не помню узор какой-то и она таким образом там показывала что она меняет эти ниточки но у нее так как она уже вяжет не первый день так все это красиво ложится и естественно я не до такой степени имею опыт чтобы показывать прямо вот хорошо поэтому я не стала выносить это отдельно в видео потому что камни полетят мне в голову что я имея такой большой опыт за плечами как попала показываю поэтому я думаю смысл вы поняли а там уже потренируетесь и все у вас станет получаться ой даже не знаю сколько я тут наговорила в общем дорогие друзья на этом я закруглюсь и как всегда в конце видео желаю всем всего самого наилучшего и прощаюсь с вами совсем ненадолго до новых встреч до новых видео с вами была Ирина субтитры субтитры